Партнер программы. Торгово-сервисная компания Улан-Удэ Торгтехника. Сеть цифровых супермаркетов «Снежный Барс». В эфире первого альтернативного информационный выпуск в студии Александра Иванчиков. Здравствуйте! Основные темы выпуска. Байкал-банк продолжает лихорадить. Гигантские очереди, налички нет, но есть обещание, что все будет хорошо. Вопреки всему, проблему дошкольного образования решить так и не удается. Выход есть. Заузащитники Бурятии едут перенимать опыт других регионов по отлову бродячих животных. Фейковый арест. В интернете прошел слух об аресте главы Бурятии Вячеслава Наговицына. Информация появилась накануне на сайте ЗАУДА со ссылкой на некий информированный источник в силовых структурах. Однако и эти самые силовые структуры и пресс-секретарь главы об аресте узнали от журналистов. Сам же Вячеслав Наговицын сейчас находится в Москве с рабочей поездкой. Нет, это не соответствует действительности. Ну, я не знаю, по крайней мере, Следственный комитет никаких социальных действий в нашей дне главы республики не осуществил. Глава Бурятии сегодня проводит ряд важных встреч в Москве по вопросам социально-экономического развития Бурятия, финансирования 350-летнего юбилея Улан-Удэ, бюджета республики. Мы не комментируем ложные слухи, но оставляем за собой право обратиться в суд. По словам юристов, действие сайта можно расценивать как кривету. Наказание по этой статье – штраф до 1 миллиона рублей. Без стресса никак. Ажиотажный спрос на услуги Байкалбанка продолжается. Сегодня возле одного из офисов горожане буквально атаковали здание, пытаясь вывести деньги со счетов с помощью электронных переводов. Напомню, офисы Байкалбанка закрылись якобы по техническим причинам еще 26 апреля. Сегодня работали два офиса – на Терешковой и Советской. Тему продолжит Наталья Китаева. Сотрудникам можно будет сегодня поговорить? Сейчас, минуточку, подождите, сейчас я вызову представителя. Переговорите с ним. Однако буквально через три минуты представители охраны вынесли листочек с номером телефона пресс-службы. Но никто внятного ответа нам не дал. В принципе, вы извините, Наталья, комментарий я дать не могу. Пока нет комментариев. А вот действительно пресс-конференция сегодня будет? Или нет? Вы понимаете, я обычный линейный менеджер. Такая информация для меня не доходит. Сейчас вот здесь мы находимся, представители малого бизнеса республики. Мы работаем 8 лет и работаем все 8 лет в Байкалбанке, кстати. Вот с Байкалбанком у нас здесь открыто три счета. И, если честно, я говорю, что уровень доверия очень высокий был. В принципе, опасность, да, есть потерять деньги свои. Потому что понимаем, что если начнется процедура банкротства, мы-то вообще в самой последней очереди, как кредиторы. Мы потеряем, не знаю, это в районе полумиллиона, наверное. Ну, как потеряем? Мы вообще эти деньги оплатили своим партнерам. И эти платежи, получается, сейчас по онлайн-банку платеж исполнен. А у людей по факту на счетах денег нет. Мы дети войны вообще страдаем. И так у нас пенсии маленькие. Нас там собрала немножко на операции. Вот не могу получить их. Да это что такое? А вы какая? Вы записывались? Записалась? Вон какая. Я разве устаю? 150. С больной ногой? 155. У нас в горы жулики распустили этих жуликов воров. И без стресса не можем никак. Ну, у меня зарплатная карта. Я, когда узнал о ситуации, что возникли проблемы в Байкалбанке, захотел свои средства перекинуть на карту Сбербанка. Собственно, по фактуре перекинул еще в понедельник до обеда. И они списались, штамп стоит исполнено. Нет, но до Сбербанка-то они не дошли. То есть я как раз по этому поводу и пришел. Узнать, где деньги зависли. Я хочу, чтобы деньги, которые я вот перечислял, чтобы они хотя бы вернулись обратно и в страховую сумму вошли. А вот, допустим, с моего счета на твой счет на твой парт. Можно, если в Байкалбанке, да, можно. Ну, перебанку сделаем. А как вы сделаете? Если налоговый увидит ваши деньги у меня, мне надо будет заплатить с них 6 процентов. Сейчас вам удалось какие-то платежи совершить? Нет, у нас изъяли деньги, все говорят. Нету банки денег, вообще ни рубля нет. А то есть вы зашли и, получается, только задали вопросы? Все, все, все. И получили ответы. Зашли и вышли. Сейчас мы находимся возле головного офиса Байкалбанка на улице Красноармейская, 28. Здание закрыто по техническим причинам. Как заявлено, вот в этом обращении, после устранения неисправностей, работа офиса будет возобновлена в обычном режиме. Однако люди не могут забрать даже свои документы. Горячая линия Байкалбанка занята. На звонки никто не отвечает. Двери закрыты. Или кто-то вышел? Никого нет. Депозитарий обязаны пускать. Это же не банковская операция. Мне нужно забрать свои документы и оформлять. Сегодня весь интернет перешерстил. Даже до Москвы вот дошел, да, обращался. Никто ничего не знает. Все молчат. Люди действительно заинтересовались. Как они с нас проценты берут, а почему мы с них ничего не можем. Войдите в наше положение. Почему мы должны платить им проценты, а почему они нам не должны. Они нам должны. Они еще больше нам должны. По информации Байкал-Дели, председатель правления Байкалбанка Вадим Егоров обещает восстановить работу банка через 2-3 дня. Наталья Китаева, Александр Даукшис, Первая Альтернативная. И в продолжении темы сегодня гость у нас в студии Виктор Беломеснов, заведующий кафедрой экономики, организации и управления производством в СГУТУ, доктор экономических наук, профессор. Добрый день, Виктор Георгиевич. Байкалбанк, третий день его лихорадят, третий день население не знает точных причин, руководство молчит. Какие, на ваш взгляд, первые шаги должно было предпринять руководство банка непосредственно, правительство и все ответственные лица? Ну, я думаю, с положительства и руководства банка должна быть информационная открытость, так сказать, прозрачность, транспарентность данных. Я не думаю, что нужно было закрывать эти офисы железными шторами, нужно было выйти к людьми. Офис должен быть открытый, руководители должны говорить о причинах технических, ну, технические, скорее всего, это не аппаратные причины, а финансовые менеджеры, какие-то проблемы с платежами, именно за должностью Центробанка и так далее, но говорить о том, как они решатся и какие меры приняты. Естественно, должны были быть выступления всех руководителей банка по телевидению, выходы на те предприятия и учреждения, где есть зарплатные проекты, стипендиальные проекты особенно и так далее. Потому что население сбудоражено, особенно в преддверии праздников, население осталось без денег, а у некоторых деньги только на их счетах. Что должно делать правительство, я продолжу, это, конечно, раз это полномоченный банк, он всегда посещал так, помочь ему решить эти вопросы. Не говорить голословно о том, что есть пути, решить вопросы с выплатами зарплатных, кредитных и стипендиальных карт, возможно, привлекая резервные фонды правительства, такой заем сделать банку и включить некоторые банкоматы в учреждениях. Ну и, конечно, если вдруг возникнет процедура банкротства, решить его быстрее. А население могло что сделать? И не надо никаких таких акций, нужно просто попытаться эти деньги вытащить, может быть, через переводы на другие банки системы, ну и, конечно, просить помощи правительства. Такой вопрос. Сегодня, вчера, точнее, накануне, да, стало известно о том, что Центробанк отключил Байкалбанк от своей платежной системы. С самого начала всей вот этой шумихи, да, ходили слухи о том, что у банка аннулирована лицензия. Но это пока осталось все-таки на уровне слухов. Вот конкретно отключение от платежной системы, что это может означать? Это может означать два момента. Где-то в процентах условно 20% это чисто действительно технические сбои, возможно, вирусы в системах, просто непрохождение платежи и так далее. А 80% прошлых случаев это преддверие банкротства, к сожалению. И отзывы лицензии. А если вам известно, какой вообще механизм отзыва лицензии? Ну, механизм отзыва лицензии начинается с жалоб клиентов и с формальных проверок по несоблюдению банковых нормативов, по достаточной капитала, по финансовым рискам, по другим платежам. Есть инструкция Центробанка, которая проверяется. Естественно, любые жалобы у клиентов являются поводом для аудитической проверки Центробанка. И, конечно, говорить о том, что такое оперативно-регулированная инструкция, я сомневаюсь в нем, что если буквально на 1 января у нас в Байкал-банке было все хорошо, а вдруг в апреле все плохо и тут же отключили, об этом говорить, наверное, сложно. Это нужно просто смотреть конечные инструкции. Но механизм запускается после, конечно, определенных аудитических проверок и на какие-то определенные банковские нормативы. То есть, допустим, сложившаяся ситуация, она может быть толчком к тому, чтобы провести проверку? — Скорее всего, да. Ну, это разумеется, потому что любые, я думаю, что уже жалобы пошли и в прокуратуру, и в Центробанке, от населения, от учреждений, которые обслуживаются, их много. У нас только, я думаю, более 100 тысяч населения завязаны в Центробанк, более 14 тысяч пенсионеров получат пенсии, стипендии и так далее. Жалобы будут и проверки будут. — У нас, к сожалению, остается совсем мало времени. Буквально в двух словах, какие могут быть последствия, если этот банк все-таки закроется для республики? — Ну, для республики отрицательные последствия — это уход крупного налогоплательщика. То есть, мы как промышленные предприятия уходили, у нас банк, да? Второе — порушена так знаменитая система Байкалкар, золотой короны, которая единственная по регионам, по-моему. Третье — некоторые подширные связи возникли на межрегиональном уровне. Мы вступили в банк, вступил в Крым, там наша республика. Всегда же мы позанялись Байкалбанк, как наш банк. Ну и, конечно, снижается доверие к региональному бизнесу. Ну, нет регионального бизнеса, оказывается, у нас. — Спасибо большое. Более подробно о банковской сфере, о том, какие могут быть пути выхода из этого кризиса, смотрите в программе «Актуальная тема», а мы продолжаем выпуск. И к другим темам. Улан-Уденская рублевка вне закона. Сотрудники Росреестра бьют тревогу. Несмотря на все усилия, самоволок меньше не становится. Теперь их ряды пополняют и элитные районы города. Среди них несколько ДНТ на Верхней Березовке и в поселке Зеленый. Подробности у Аюны Очертаровой. Элитный район, благополучные постройки, все соответствующие коммуникации. Только одно «но» — все эти дома — самоволки. ДНТ «Орбита» полностью находится на федеральных землях, и участки вместе с домами не могут быть официально зарегистрированы. По словам сотрудников Росреестра, эти земли принадлежат Федеральному агентству научных организаций — ФОНО. Когда-то ведомство передало их в пользование Бурятскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства, а тот распорядился ими не по закону. Руководство Бурниис предоставило им эти земельные участки, хотя не имело на это права. Один дом в «Орбите» уже снесли, еще три — на очереди. По словам сотрудников Росреестра, сейчас ФОНО более активно начало требовать свои земли через суды, а значит сносов будет больше. Пока же инспекторы Росреестра проводят проверки и выписывают штрафы и предписания для устранения нарушений. Физические лица платят штраф 1,5% от казастровой стоимости участка. В среднем это около 5 тысяч рублей. На выполнение предписания дается полгода. Затем последует еще один такой же штраф, плюс 20 тысяч рублей за невыполнение предписания. В год вас проверить могут дважды. При привлечении лиц к административной ответственности мы приглашаем потерпевшего. То есть собственника, это Российскую Федерацию в лице Федерального агентства научных организаций и представителей Бурниисха. Представители Бурниисха присутствуют на рассмотрениях. И что они поясняют? В данный момент они поясняют, что участки действительно самовольно заняты. Называть самовольщиков заложниками ситуации чиновники не спешат. Незнание закона, по их мнению, не освобождает от ответственности. Граждане, приобретая земельные участки, не знаю, на основе чего они их приобретали, они сознательно понимали, что они не должным образом приобретают земельные участки, потому что они не получают свидетельства о государственной регистрации на них. Закон о государственной регистрации датируется 1997 годом. Они заняли эту землю с 2001 года. То есть, существует такая проблема с землями ФАНО. То есть, на территории федеральной собственности построено 4 ДНТ. То есть, это ДНТ-орбита, труд, Датсанская и Тера, у которых, в принципе, одна и та же ситуация. На федеральные земли наложен мораторий. Его недавно продлили до 2021 года. Что будет потом, неизвестно. Поэтому сказать, если шанс когда-нибудь узаконить эти дома, не может сейчас никто. Алина Чертарова, Юрий Шабаганов. Первая. Альтернативная. Детская тема. Вопрос дошкольного образования в Бурятии стоит достаточно остро. Республика входит в пятерку регионов России с низкой обеспеченностью местами в детских садах. Накануне активисты ОНФ совместно с ведомствами, образовательными учреждениями и общественными организациями обсудили качество и доступность дошкольного образования. О том, к чему пришли, смотрите в сюжете. Бурятия входит в пятерку по недоступности дошкольного образования. Мест в детских садах по-прежнему не хватает. Родители стоят на очереди годами и не получают заветной путевки для своего чада. Доступность и качество образования обсудили эксперты ОНФ на круглом столе. Проблем, как оказалось, достаточно много. Прежде всего, это переуплотненность. Второе, это дефицит необходимой мебели, оборудования, металя, игрушек. Третье, это необходимость капитального ремонта во многих образовательных организациях. И четвертое, это высокая нарушка на воспитателей. Согласно мониторингу ОНФ, нарушения повсюду. Так, например, температура в комнатах детского сада «Василек» вместо положенных 21 градуса едва достигает 18. Само здание требует капитального ремонта. В садике «Алые паруса» картина не лучше. 38 детей должны ютиться в игровой комнате площадью 47 квадратных метров. Малыши вынуждены спать на раскладушках. Итак, в детском саду номер 59, золотой ключик, обеспеченность воспитанников квадратными метрами и особенно спальными местами в отдельно взятой группе оставляет тоже желать лучшего. Так, например, мы посмотрели, 40 человек и 33 кровати. Детский сад 58, золушка, 40 человек и 31 кровать. Ну, то есть вот как бы мебель, инвентарь и игрушки, это вообще является как бы общей системной проблемой, характерной для нашего города. В детских садах также выявлены нарушения санитарных требований. Многие садики не имеют централизованного водоснабжения и отопления. Доля освещенности не отвечает гигиеническим нормативам. Износ холодильного оборудования достигает 42%. Актуальной проблемой дошкольных организаций остается устаревшая материально-техническая база, вот именно пищеблоков, работающих в основном на полном производственном цикле без соблюдения необходимых условий. Имеет место преобладание углеводистой пищи, занижение калорийности рационов, замена свежих продуктов консервированными продуктами. Решить насущные проблемы детских садов предлагают с помощью уплотнения или создания групп трансформеров. Колледжи и техникумы пошли навстречу с садиком и готовы выделить 950 квадратных метров для размещения групп дошкольного образования. Но проблема в том, что в помещениях необходим ремонт. Родители, большинство родителей отмечают, что все-таки они бы были, что проблема была бы снята введением компенсационных выплат. То есть те родители, кто не посещает детский сад, если бы они получали компенсацию, то, конечно, бы вообще возмущений никаких не было. Они бы эту оплату пускали на оплату частных детских садик. Также предлагают прибегнуть к помощи частных инвесторов, ведь нынешнее состояние бюджета не может позволить строительство новых садов. Приходится ремонтировать и ремонтировать. Юлиана Дворникова, Александр Даукшес, первая альтернативная. Кризис отразился и на сфере госзакупок. Чиновники стали меньше баловать себя предметами роскоши, обновлять кабинеты и менять машины. Тем не менее, несколько интересных лотов мы нашли. В эфир возвращается рубрика «Госшопинг». Теперь с новым ведущим. Новый Будамунхоев, старый госшопинг. Здравствуйте. Видимо, уходят те времена, когда заключенные сами валили лес. А потом эти же сосенки они сами пилили и строгали. Исправительная колония номер 2 закупает сосновые бревна для распилки и строгания. Длина бревен от 4 до 6 метров, диаметр от 24 сантиметров. Полтысячи свежевырубленных деревьев обойдутся государственной казне в 1 миллион 250 тысяч рублей. Видимо, обмякли нынешние алкоголики, хулиганы и тунеядцы. Вместо тяжелого физического труда на благо общества нынешние ЗК получат нагрузку, сравнимую с уроками труда для 8 класса. Мясокомбинат. На сегодня нарядов не прислал. Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод. А на ликероводочный нет? Пинкертону такое и не снилось. Господа, которые отправили этих самых ЗК за решетку, закупают 600 рулонов скотча, 1022 скоросшивателя и прочие, хотел сказать, орудия пыток. Поставка канцелярских товаров для нужд Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия обойдется в 170 тысяч рублей. От клей-карандаша в количестве 150 штук до зажимов для бумаг в количестве 100 экземпляров, 140 книг учета, 120 пачек канцелярских скрепок, 80 маркеров, выделителей текста, желтого и зеленого цвета. В общем, все, что нужно для настоящих сыщиков. Суды городские и районные. Именно туда отправится наш следующий лот. 34 печати и штампов всех сортов и мастей обойдутся государственной казне в 102 тысячи рублей. В среднем 3 с лишним тысячи рублей за каждый экземпляр. Штампы обязаны быть полимерными, а печати изготовлены путем лазерной гравировки из граверной резины. Корпуса пластмассовые, автоматические. Сверху окно персонализации, а также сменная штемпельная подушка. Штамповать не перештамповать. Сделать город чище. Ежегодно столица республики переживает месячник чистоты. Только эффект от него слишком недолог. Что происходит на убранных территориях практически сразу после окончания масштабной чистки, смотрите далее. Отгремели субботники и город словно задышал новой жизнью. На всеобщей уборке территории участвовали все, кто был неравнодушен. И за одно из любимых мест отдыха горожан должно было стать не стыдно. Убирали порядка 75 кубических метров мусора. Пока самый большой объем отходов, который накопился за зимний период, конечно, основную часть мы уже убрали. С момента уборки набережной прошла всего лишь неделя. Но мусор вновь отвоевывает свою территорию. Вернее, это не мусор отвоевывает свою территорию. А неравнодушные граждане помогают ему в этой нелегкой борьбе за чистоту города. В местете городского хозяйства создано управление административного контроля. Которая следит за тем, чтобы несанкционированные свалки не размещались на территории города. Вместе с тем, здесь осложняется тем, что на каждую улицу и на каждую набережную мы не можем поставить человека, который бы за руку буквально хватало нарушителя и составлял на него административный протокоп. Но, как говорится, чисто не там, где часто убираются, а там, где не мусорят. Поэтому комитету по городскому хозяйству только и остается, чтобы попасть на добросовестность горожан и призывать их к чистоплотности. Будамунхоев, Александр Хомаганов, Юрий Шабаганов. Первая альтернативная. И вновь собаки. Заузащитники Бурятии ищут способы решения проблемы с бродячими животными. И, кажется, подходящий вариант нашли. Подробнее расскажет Аюна Ачертарова. Собачья эпопея. На решение проблемы с бродячими животными с 2009 по 2014 год потратили около 60 миллионов бюджетных рублей. На эти деньги отловили 50 тысяч собак. Но меньше их не становится, как и не уменьшаются выделяемые средства. В прошлом году было потрачено еще 15 миллионов, а на 2016 запланировано 20 миллионов рублей. У нас две проблемы. Это дороги и собаки. На приемах граждан главная проблема сейчас уходят собаки. Это поселок зверосовхоза, это шишковка, стеколка. И, пусть спустят зоозащитники, надо что-то делать. Надо просто применять законы биологии. Надо просто снижать поголовье, уничтожать. Ведь мой зоозащитник будет до первого погибшего ребенка, как в Чите. На сегодняшний день 4 225 по этому контракту уже подобраны. Часть они у нас попадают к зоозащитникам, часть содержатся в питомнике на полигоне. Поэтому проблема, она остается. Зоозащитники уверены, уничтожение бездомных животных не выход. Ведь тогда включается механизм саморегуляции, и собаки начинают плодиться активнее. И в одном помете щенков становится больше. Они считают, что решать проблему нужно, как в Нижнем Новгороде. Это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск обратно в среду. Агрессивные будут оставаться в приютах. В Нижнем Новгороде в прошлом году на программу стерилизации было потрачено всего 8 миллионов рублей. И при этом в этом году уже в половину сократились расходы на эту программу. В отличие от нашего города, где было 17 миллионов и нынче еще больше. За два года в Нижнем Новгороде удалось в разы снизить популяцию. Уменьшилось количество укусов и все это гуманными способами. Идея понравилась первому заместителю председателя правительства Иннокентию Егорову. И он распорядился, чтобы специалисты съездили и изучили опыт. Значит, он дал какое распоряжение? В течение с 10 по 20, чтобы съездили мая, изучили опыт. До конца мая подготовили документы и привели в соответствие с Нижегородскими. И уже в начале июня мы вновь с ним встречаемся и будет он выносить это законодательно. То есть при благоприятном исходе народный хурал рассмотрит эти поправки на сессии в июне. Аюна Чертарова, Александр Хомаганов, первая альтернативная. Обзор происшествий текущих суток подготовила Галина Соболева. Новостройка полыхала, а в Улануде горела новостройка на улице Барсоева, недалеко от остановки «Гараж». Пожар произошел в строящемся доме, который претендует на звание самого высокого здания в Бурятии. Горел пенопласт и мусор. Причины пожара устанавливаются. Осторожно, яд! В лесном массиве возле микрорайона «Энергетик» обнаружили 30 ящиков с опасными веществами. На каждом из них написано «Яд» и указано, что средства выпущены более 40 лет назад. По данным МЧС, это средства, которые предназначены для обработки противогазов. Владелец веществ устанавливается. 27 килограммов наркотиков. В Мухаршибирском районе, неподалеку от села Зандин, задержали автомобиль с мешками марихуаны. Машину остановили за нарушение правил дорожного движения. 27 килограммов марихуаны принадлежали пассажирам, неработающим улануденсам 19 и 22 лет. Один из них находился в состоянии наркотического опьянения. Возбуждены уголовные дела. И коротко о других новостях. В России могут установить кнопки качества для оценки уровня медицинского обслуживания. Они будут расположены возле регистратуры в каждой поликлинике. В Совете Федерации предложили Минздраву России рассмотреть такую возможность. Информация с этих пультов будет оперативно поступать в органы исполнительной власти. На сегодня для мониторинга качества услуг медучреждений используют лишь соцопросы и автоматизированное анкетирование на сайтах. Сити-менеджеры Улан-Удэ выберут после 16 июня. С сегодняшнего дня стартовал конкурс претендентов на место, освобожденное Зандрой Сангадиевым. В конкурсной комиссии 10 человек, половину из которых выберет глава республики, вторую половину – горсовет. Комиссия выберет двух кандидатов, из которых и будет избран новый сити-менеджер. Окончательное решение примут депутаты горсовета. Вылов омуля в Бурятии не запретят, но сильно сократят. Байкальского омуля в 2017 году хотят разрешить выловить в три раза меньше, чем в этом. По данным Байкальского филиала Госрыбцентра, вылов рыбы предполагается сократить до 500 тонн в год вместо полутора тысяч. Напомним, в конце прошлого года Росрыболовство предлагало полностью запретить вылов омуля на пять лет. Однако это предложение не нашло отклика. В Улан-Удэ Анатолий Кушнарев проведет мастер-классы по высаживанию картофеля, лука и чеснока. Мастер-классы пройдут в рамках сельхозярмарки на специально созданной грядке. Ярмарка откроет свои двери уже в эту субботу. Помимо овощей, мяса и рассады, вновь можно будет приобрести продовольственные сертификаты. Набор продуктов по этим сертификатам содержит самые необходимые и любимые продукты. Представлены на ярмарке будут и продукция пасек Бурятии и окрестных регионов. На ярмарке будут предлагаться покупателям населения семена, саженцы, рассада, овощей, цветов, семенной и продовольственной картофель, сопутствующие товары, удобрения, а также мед, другая продукция. Кроме того, на ярмарке можно будет купить и живность, поросят, цыплят, уток и многое другое. Откроется праздник сельского хозяйства 30 апреля в 11 часов на центральном рынке. Допрыгались. Улан-Уденские спортсмены принимают участие в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте. Кроме того, в программу войдут прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Это особая пружинищая доска. В состязаниях участвуют около 250 спортсменов из 12 городов Сибири. Принимает соревнования Красноярский край. На этом информационный выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Успевай! В снежном барсе суперрасрочка на год. Покупай цифровую и компьютерную технику без переплат и первого взноса. Мы ждем вас в цифровых супермаркетах «Снежный барс». Организатор акции ИП «Колмаков ВС». Подробности, а также список партнеров акции узнавайте на местах продаж. Акция действует до 22 мая 2016 года. Продолжение следует...